красиво правда мы как красиво чисто здесь очень много частных клуб это еще раз где мы это на северная часть это называется будет джупитер юпитер и палмбич чуть севернее west palm beach а то есть это три выхода по хайвею как 3x это 4x по хайвею всего лишь грубо говоря это 10 минут 15 минут от того места где мы с вами смотрели квартиру мы сейчас заезжаем с левой стороны это очень большой файл это очень большой университет и центр который называется абакуа который был построен инвесторами почему потому что у нас из вашей калифорнии сюда пришел хэдкутер скрипта скрипт это очень известный научно-исследовательский центр мы бежаем в комьюнити который называется алтон это полностью предконстракшен началась настроиться всего три года назад объясните переконстракшен то есть покупаешь прежде чем есть построена мало того у них свой паблик вы видите что они строят город в городе значит это один из самых популярных проектов часть уже закончена часть еще продолжает строится вы посмотрите это но когда-то город сушить это город в городе это какой научный городок какой-нибудь типа там новосибирского это обычный обычный городок значит но это не город это как бы просто вот комьюнити но больного комьюнити нового типа здесь очень много сингл фэмили дома здесь можно купить дом от 350 тысяч до 900 и выше но за 350 тысяч это приличный домик или так приличный дом это новые совершенно дома посмотрите вот бетонные мне очень нравится вот чистенький все абсолютно посмотрите да внешне замечательно значит есть таунхаусы есть дома мы сейчас с вами просто посмотреть это полностью вот они построили ребята справа смотрите у нас тут значит вот там 95 но вы практически не слышали нет не слышу теперь еще преимущество отсюда до океана 10 минут на машине океанских пляжей да здесь абсолютно все вот это их clubhouse бассейн здесь много людей с по-разному зависит от площадью от площади вот это у них очень-очень спортивный зал большой клуб ёлка так на какое количество народу это все мы сейчас подъедем в офис и мы будем задавать все вопросы вот смотрите это уже дома пошли видите сингл фэмили дома это и тут на одном этаже это на двух этажах а лоты какие во флориде сейчас во флориде нету большого количества земли у нас нельзя строить вниз потому что у нас вода песок поэтому наверх у нас по разным причинам тоже не строится один-два этажа два этажа мало того если есть такое правило если больше чем три этажа должен быть лифт поэтому самые высокие постройки три этажа то есть никто не хочет лифт делать это дополнительные расходы экономим да значит вот сейчас они сделали новые дороги вы посмотрите абсолютно дороги отлично то есть это один из самых самых популярных есть модерновые совсем дома и тут же колония уставил то есть они по моему 5 или 6 у нас здесь прямо просто плотные крышами модерновые такие я очень хочу чтобы вы посмотрели что вы имели представление посмотрите какие дома есть большущие для детей много для семьи есть более скромные все что хочешь но главное что это новое это по всем последним код кодом то есть высокие потолки ураганы про защита от ураганов окна даже 10 минут от океана довольно далеко все равно сильный ураган это вы знаете в зависимости того и при присоединяется торнадо или нет ну конечно не приходили по телевизору строят смотрите как строят новые дома это тоже интересно тут чистенько у них здесь у вас нету никого вот мы уже понял что про устройство нет так ирина ирина у меня к вам вопрос такой я сейчас наведу на стену этого дома чтобы было видно что он из таких бетонных или а что такое сипец конкрет конкретные блоки не блоки а кирпичу они полы внутри и это как бы такой является на такие штыри потом и бетон заливает все правильно отлично отлично то есть это крепкая штука дана очень 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 я еще хочу сказать у нас из дерева практически ничего не строится вот так как в чикаго как в нью-йорке у нас все в основном все из калфитов из бетона ну что ж интересно вот такие все да 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 сейчас мы подъедем к офису и посмотрим тут есть модельные наверно юнити но это именно люди здесь живут они не то чтобы инвестор искупать нет 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 это жизнь вот друзья вы видите веб-сайт этого предприятия и год модельный центр значит здесь модели нам покажут у них тут даже стоит гольфовая машинка на ней развозят людей по моделям культурно все так это план такая карта вот этой комьюнити ведь как тут можно ходить тут стратегически выискивать где вы хотите стать стать вот эти фишечки показывают домики приклеены не просто так не болтается вот картинки еще картинки в общем целое такое заведение где люди принимают искать ну не сколько решения сколько информации заряжаются вот здесь даже вот можно вот так посидеть но вы знаете что сидеть лучше в офисе потому что здесь все-таки влажно и жарко я бы не хотел там сидеть разница очень серьезная значит вот из жилой эре где тут домики стоят вот так мостик переходишь через озеро и тут у них такая коммерческая тут магазины и всякая такая вот вещь для для жизни то есть как бы вот эта концепция городка в городке так друзья модель парка ишь как называют парка хорошо заходим калфер это билдер на култер что это вот как это охарактеризовать вот здесь можно сделать отдельную комнату но нет это называется дэн это может понял красиво слушать а вот это вот обивка типа типа сарай вот это вот фанюра как-то это модно сейчас друзья вот это вот прям как полу паркетный но сейчас здесь здорово здесь высоко деревянным всем таким оббито и тут тоже деревянно это настоящее дерево это похоже на дерево так тут вот ой сразу прямо у нас бедрум очень милый приятно видеть ручки вот такие например даже как-то неожиданно кажется что это какой-то бонус так но здесь стейджинг понятно что как бы сделано красиво так туалет санузел полный полный бастром слушайте ничего себе высота кстати вот это высота друзья это неплохо ой неплохо тут у нас ну что конечно башку сносит от того насколько высокий потолок это невероятное впечатление производить так понятно кондиционер тут у нас у входа же туалетик небольшой какая плечи хорошая сушка на все новенькое так классно посмотрите как тут мама родная как у нас некоторые говорят дорогой лук expensive лук потолок да те друзья из вас кто бывал у нас дома с они были видели что у нас такой потолок в санруме где мы теперь зарядкой занимаемся так здорово очень красиво очень и слушать а вот это вот ну как это сказать вот эти доски сейчас это как-то во многих местах мы видели так принято стало популярно популярный тренд сейчас я просто я еще не насладился вот этим друзья это formal dining это место где можно так гостей посадить покушать тоже люстра а хорошо так идем дальше музычка играет вот мы пришли вау это хороший мастер bedroom он просторный он просторный вот так вот так друзья выглядят окна которые должны вот так выглядеть вот вот так должны выглядеть хорошие я хочу еще сказать пока вы показываете что такого типа дома например если мы говорим в майами да они бы стоили уже далеко за полтора миллиона в два раза больше ну так ближе к океану где но это близко к океану мы с вами проедемся после 10 минут и вы на лучших пляжах и стейджинг неплохой правда здесь я бы сказал знаете что это стейджинг не дома за там 500 тысяч а это действительно стейджинг дома за пару миллионов да да слушайте а это что вот это что матрасики тут вставлены в грамму интересно ё-моё друзья многие из вас я наоборот многие из вас друзья сказать я готов жить просто тут это вам да вы посмотрите что что происходит слушайте как мило правда вроде ерунда ерундой но глаз радует невероятно и смотрите сколько места вот тут человеку помыться господи сколько нужно место чтобы помыться сколько а вот тут вот столько вот пожалуйста мойся не хочу спросите себя как вы будете лампочку менять на потолке это отдельный вопрос но тут у нас вот шкафчики ребята я вам скажу такую вещь вот если бы с вами были где нибудь в кремниевой долине в этом доме отдельно свету спросим я думаю что мы смотрим что-нибудь на от трех до четырех миллионов а здесь он там почти в десять раз меньше а где у нас светлана светлана светочка у меня к тебе вопрос если вот этот дом вот как он есть стоял бы в саневеле где-нибудь в нейтральном месте вот сколько бы он стоил ножка просто перенести его туда просто помешка там всего две спальни а вот же 3 это 3 это отдельный юнит то есть там тут есть несколько общинство можно сделать это как третью спальню через по с проходом сюда может половинкой туалета сделать можешь полный туалет может делать полный юнит ну хорошо примерно ты можешь прикинуть вот тоже самое вы перенести к нам ну смотри в камеру ну такой новый дом да но меньше в двух миллионов не строил даже без без этой части вообще так а что это за часть ты можешь пока объяснить да объяснил значит там ну словами это гараж это вот это гараж закрыт так а там кассита какая-то друзья если касса это дома кто кассита это домишко так ну на все расстояние на всю площадь гаража пошли на кассит ой это наверх это тот дом который мы говорили что можно сдавать это над гаражом это отдельная квартирка друзья которую можно сделать не сделать в самом шикарном варианте эту квартирку можно сделать там тысяч за 70 за 80 отдельно платить и это можно сдавать и эта фигня будет платить за ваш мордич я не знаю сколько сейчас мы спросим специалиста ирина скажи пожалуйста вот такая кассита в таком в этом месте за сколько бы она например нормально сдавалась я думаю что она 1300 1400 это без даже слов почему абсолютно новая это абсолютно у вас решена свой ванна-туалет мало того вы располагаетесь в центре всего то есть это и студенты это очень близко то есть локейшн хороший это локейшн абсолютно уникальный я бы 10 минут до океана тут находится пять минут до 95 до хайвея здесь у вас свой паблик свой спортивный зал свои магазины это вообще-то 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 я хочу сказать что дом в котором есть отдельный юнит на сдачу это потрясающее это собственно это просто сказка у тебя есть разные options как ты можешь сделать эту касситу но это чепуха вообще с половинкой туалета вообще даже не рассматриваю это с полным туалетом . а вот это целый юнит то есть ты поднимаешься по этой лестнице у тебя тут кухонь у тебя полная ванна так то есть у тебя полный а у нас тут что у тебя тут студия это вот мы сейчас таком нет тут нет кухни здесь кухни еще должна нет кухни окей а как же без кухни а вы когда ты сам живешь то тебе не нужна отдельная кухня кухня нужна для того чтобы сдавать и иметь отдельный юнит раздачу и они не возражают в той мере в которой рент будет больше 1 месяца да да можно сдавать и представить себе что мы прикинули да вот на этот дом плюс все апгрейд плюс сто тысяч вот для то чтобы достроить вот эту штуку мы посчитали что будет стоить сколько 780 тысяч это это по максимуму что мы хотим максимум с апгрейдами и с дополнительным юнитом в чем прикол человек берет моргидж да покупает недвижимость платит property tax троллевая и прочее и живет в своем доме но за 1400 долларов в месяц он дает вот отдельный юнит с отдельным входом который помогает ему выплачивать его собственный дом и вот это очень круто больше того он может жить тут а сдавать дом конечно если без семьи то есть на самом деле эта штука имеет интерес как бы и как инвестмент тоже мы проще мы прощаемся с парк и парка это я так условную назвал а это парк be вот она вот эта часть парк be вот мы на нее сейчас пойдем смотреть вот у нас входная дверь тут же у нас как бы похоже на формул дайник как бы тогда ну хорошо тут же у нас такая комнатка ну как бы не знаю дэн как угодно назвать ночью тут можно сидеть смотреть телевизор в общем элемент красивой жизни присутствует так тут ну давайте смотрим значит шкафчик шкафчик умывальничек туалет с видом туалет с видом выходим задним ходом выползаем так значит где-то мы почти заходим я только хочу отсюда развернуться и показать то что мы до сих пор успели посмотреть и мы движемся вперед зашли вперед тут у нас дверь куда-то куда дверь ага ну там кладовка хорошая лестница с плиткой керамической атас господа просто просто атас хорошая дерево чугун очень приятно так теперь это такая большая living room громадная living room светочка ты можешь сказать нам какой площади этот дом скажи пожалуйста да вот у нас там ирина 2 юнит тоже наверху так давайте посмотрим на кухоньку так ой ребята когда человеку дает возможность выбирать то он попадает в ступор потому что надо выбрать а это сложно когда тебе говорят можешь выбрать вот тут вот тут вот тут начинается совсем грустная жизнь ну что бассейн можно сказать такой ну небольшой но приятный такой вот дворик так светлана нам сейчас расскажет так и тут тоже вытянут очень вытянута в длину это все вот так она да лот узкий и вытянутый хорошо светочка скажи мне где мы и почем это все вот три шестьсот пятьдесят основная площадь лук три шестьсот пятьдесят кусок земли по площади она может быть между два шестьсот пятьдесят где-то до двести шестьдесят квадратных до три шестьсот шестьдесят соответственно все на будет меня тысяча стоит а еще может быть просто расположение может быть угловой латы и вот этого тоже играет да но факт тот что вот мы прикинули до за 800 тысяч ты можешь и я думаю такой дом вот реально такой сомгрейт с комнатой наверху которая с кухней если то что сдать можно можно стать я думаю 750 можно взять даже сабгрейт со всеми но это я считаю что это очень хорошая может быть пойдем глянем что там наверху здесь и здесь же двоим два юнита смотри здесь отдельно вот этот вот санита шанита или как она называется кассита 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 а там кассания еще одна наверху нет но мы внизу вообще спален не видели все спальни наверху должно быть три спальни там но еще вот это кассита ну хорошо рентал юнит один один ну так чё об этом и речь тут свое тут можно налить прямо да смотри они так они пустые друзья вот знаете как это дурят нашего брата так ну пойдем посмотрим наверх так а это что за дверью гараж посмотрите вот как жарко в гараже друзья большой широченный гаражище на три машины можно сделать на две но ширины здесь и на три хватит так сюда пойдем так идем по деревянные лестнички так там говорят типа плеером то есть это не полноценный юниц кухни и со всеми делами но можно сделать можно сделать ну вы знаете что свет вот я тебе скажу я бы жил таком здесь нету есть сцена посмотри света сцена ребята нет не полная души нету нету посмотрите это как бы показывает красивую жизнь кухня большая но за такие деньги вы такой жизни не увидите вы понимаете в этом углу и я подчеркиваю да извиняюсь я просто хочу еще раз подчеркнуть что расположение это это не находится где-то в лесу или это где-то нибудь там где вообще никого ничего нету это находится в центре инфраструктуры вы находитесь просто в самом центре очень хорошем районе я задам вопрос может быть сложный но все таки а почему не налетят и не расхватаю расхватывает это за три года посмотрите как выстрелась это вот остатки продаются а но они дальше собираются они дальше они просто сейчас еще купили еще один лад будут строить они строят полностью как бы свой город популярная штучка очень и я хочу сказать что более чем скромные вот это association фи когда мы видим там в старом доме там где был я хочу сказать вы платите свою страховку вы платите свой иншуранс а на дом страховка дороже а почему страховка на дом в зависимости от высоты дома я думаю что это где-то порядка там может быть даже по тысячи тысячи двести а там ключи на сколько мы платим за страховку потому что скидка с автомобилей со всех дел поэтому я же об этом говорю что там нужно на счет страховки это нужно просто смотреть куда и вот нужно искать мне нравится эта мысль что здесь ты получаешь шикарное новое жилье и ты можешь получить отдельный юнит в общем-то по довольно таки резаному смену и переполовинить свой моргидж не моргидж а платежи да то есть все это вообще не замечаешь у тебя зафиксированная цена ты платишь property tax с этой определенной цены и получаешь каждый месяц я хочу сказать что вот в калифорнии да свято вернемся мысленно домой ты можете представить вот как какая ценность вот такого юнита как порвут как порвут там просто вот такую она просто не успеет на рынок выйти и и посмотрите это ураганы и стекла ничего не нужно это уже двойные все нет это все это уже тяжелые два стекла или одно стекло 2 грамм и еще свет не только стекло это еще рама себе настроить и понастаивайте здесь себе всяких цветочков все закройтесь от соседей никого никогда не так я но мы еще не были да мы еще не были здесь за это я показал все тогда я пойду вперед чтобы не показывать других тел вот так вид куда не глянешь друзья пальма так пальма вот мы поднялись по красивой лестнице с чугунными прутьями и оказались в лондре а вот не лучше ли ставить такую фигню внизу чтобы она когда вибрирует потому что со стороны позиции женщин меняется белье то есть это как бы элемент удобства мужская логика она больше физическая тоже вибрация спаленка 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 давай выйдем на балкончик давай выйдем так хороший балкончик ну какая тут она проезжая светут три машины в день ну что широкий широкий хороший большой балкон единственно что вот если влажно и жарко то может быть вы не захотите там находиться но балкон шикарный просто шикарный можете его закрыть а когда вот с точки зрения время времен года и сезонности когда такое время когда люди сидят на балкончике и мы сидели здесь четыре дня назад было холодно во флориде если уже плюс 10 это уже холодно это дорогой карпет да такое подороже модельный модельный это видимо это детская друзья я вчера показывал значит там тоже такой модель была и там стоял будильник в виде зайца с ушами большими и когда он звонил ему надо было дать между ушей значит и чтобы он замолчал так что у нас тут шкафчик друзья шкафчик детская все тоже выход на балкон видимо на тот же самый да просто мы с другой двери отлично чисто сказать я не знаю назначение вот этой рамы явно у нее нет какой-то функциональности но чисто внешне это что-то такое создает образ так тут туалет вы видите пол друзья из солнечной флориды как солнечный зайчик калифорнийский блогер михаил портнов радует ваш глаз хорошей недвижимостью приятные и свой тоже друзья не только ваш я и мой глаз тоже радуется честно слушайте а вот и ручка а вот этот вот пол вот он такой плитка атака как бы гофрированная не на это волной так уйдет нет такого что-то не free когда мебель передвигают или что-то поцарапать а нет она специальным покрытием идет от сильных короче это делается как просто света света я сначала должен показать античная вон там на той стене так так а как ампир света какая койка это специальные материалы новые которые выкидры из них не поцарапались даже если поцарапаешь они легко есть безумно дорогие которые кладут в многомиллионных домах и они я когда вижу на open house как они поцарапаны или как они выцветают там под ковром ужас да душик сейчас сейчас мастер баз светочка я сейчас подойду но мы же должны начать с общего плана так вот у нас душ вот я тоже я забился в угол тут у нас такой длинный каутер обязательно идет мужская женская часть это как понять две раковины да света будет недовольна если буду в ее умывальнике умываться так света я понимаю твой восторг друзья какая хозяйка не любит больших больших шкафчиков это чисто демонстрационная не то что вот друзья вы зашли у вас там они какой-то пеной зафигачили все чтобы тепло не проходило да да я считаю что это как элемент демонстрации изумительные и а потом они закрывают можете туда ложить вещи игрушки ну 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 это какая-то неизбывная роскошь друзья вот то что мы здесь видимо если бы мне вот сказали миша у тебя в доме такой шкаф я бы сказал друзья я не заслужил вот такой шкаф я просто не заслужил хотя света сказал его я беру это друзья парк си си вот он тоже такой двухэтажный красивый и светлана имеет сказать пару слов давай света вот эти модели они сделаны чисто внешне под разные стили мы смотрели колониал старый мексиканский стиль а вот это современности это современно но но самое главное что было сказано ключевая фраза что любой из этих домов можно сделать любом стиле да то есть когда ты дом заказывать что мужская я хочу современно я хочу я вот вам вот такой стиль вот современный и можно иметь вот такую в чем его современно шо вот это вот амбарные вот эти вот доски это это ведь это не доска это стилизация конечно так это бетонная штучка зашли ой закрывай дверь друзья тут еще пахнуло знаете пахнуло цвет чем пахнет какими-то ароматизаторами свежим пахнет свежим друзья я хочу сказать друзья что мне все три стиля нравится вот все что мы видели мне все три нравится ампир вот перед этим был такой мне очень нравился бутыляки хорошо представьте себе вот этот винный но это нельзя назвать погребом это винная у нас бы назвали вайн целор но обычно там еще температура поддерживается это же не забывайте что это модель скорее всего в основном доме например этого места не будет они показали как его можно друзья те из вас кто не пьет и вообще не употребляет скажите вы бы хотели вы бы хотели иметь дома вот такое ну гости придут знаете ну так вот так ну конечно он тут декорирован так по современному вот это входная дверь мы зашли идем сюда тут такой офисочек обратите внимание что человек сидит а у него тут виски правда так ну или там что он там пьет я не знаю ликер не классно классно насколько все таки вот то что они делают этой декорации да стейджинг вот этот насколько это невероятно влияет на восприятие пространства и вот все это очень очень классно так что здесь у нас шкафчик так туалетикс в смысле раковина туалетик у нас вот тут и здесь вот видите пол такой хороший блестящий а что здесь уже как всюду вот эти вот винты даже торчат что там за винты на не знаю для чего она там прикручена она прикручена чтоб никто не пользовался я понял а я смотрю откуда винты сюда так о друзья вот лесенка то вот она современность светочка отойди пожалуйста я засниму вот с этого угла не отошла ладно проси не проси не отойдут ни хрена так ладно значит красиво мы тоже так строим вот так приятно очень приятно очень приятно так я зашел в уголок громадная громадная комнатища такая многофункциональная тут тебе и кухня тут тебе да и покушать и телевизор посмотреть как бы все в одном таком такой open space такой мощнецкий очень красиво отсюда когда смотришь да эти на люстру на эту посмотрите вот она это люстра такая стеклянная и там сзади лестница пошла металлическая она стоит на 1 доллар дороже если ложить просто за работу чем нажить просто квадратно поэтому мы уже говорили со свет и что есть смысл брать апгрейс то есть имеется ввиду от билдера те которые очень важные которые его структурные например делать какие-то работы именно по декорации дома они будут стоить вам дешевле если вы будете делать сами чем если больше того они не войдут потом пропорти так абсолютно поэтому здесь есть всякие маленькие хитрости которые ирш вот как помогать мне очень нравится но мне честно говоря нравится этот дом больше всего в этом же мне нравится то что мне нравится современный я давайте выйду еще на улицу я выйду на улицу на улицу так вот у нас тут столик кресло бассейн ребята красиво жить не запретишь а зачем вот правда зачем запрещать жить красиво а он там еще у нас гриль видите вот там стоит вот гриль так и тут за мной вот это вот написано в гараж и в кассету значит эта дверь в гараж так я понимаю если открывается она как да да ну тут а вот это уже на три машины вы видите две двери одна на две машины 1 на третью тут вот это нормальный 3 3 машины гараж а вот и пошли наверх в касситу ой-ой-ой-ой насколько друзья насколько эмоционально это все хозяйство я не знаю может быть я просто человек эмоциональный и как бы открытый к воздействием таким внешним знаете есть люди которые у них все так детерминированных их ничем не увлечешь и не собьешь а я как раз подвержен но вообще класс вообще класс так вот она эта кассита вы видите значит здесь уже кухня на смотрите значит есть столик покушать стеклянный такой его не так может быть видно но он есть вот он тут можно даже немножко так может быть за компьютером посидеть тут можно телевизор посмотреть тут кухня я бы сказал что вполне полноценная более-менее полноценная кухня спальня так спаленка пол хороший так тут все такое современно и так о лампочке что только не сделает люди за деньги конечно за деньги тут дверь отсутствует она должна быть на петлицах его просто нет пока так вот ванная комната душ душевая душевая но здесь узенькая по сравнению с тем что нам приходилось видеть ну так это и пристроечка правильно же кассита они там не целая касса так это вот обычная для кондо для там хаузов такая машинка в два уровня но в данном случае мы имеем как бы отдельный такой юнит типа квартирки да и будет в нем это как бы очень уместно такая двухэтажная стиральная сушильная машинка так тут еще больше нет ну что же шикарно очень 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 аппетитно скажу я вам очень мы возвращаемся в дом и поднимаемся на второй этаж друзья мягко кошачьей походкой друзья поднимаюсь я на второй этаж сейчас будем наблюдать а какой площади весь домище светочка 2 600 да это такой как лофт что ли как его назвать его этот может быть от двух до 260 квадратных метров до 360 но вот конкретно это мы не знаем сколько но вы видите по хорошему стандарту так балкон балкон так ну что же хорошо так сидишь на балконе смотришь на травку зеленую попиваешь кофе йог покуриваешь голландскую сигару контрабандную так да да 850 можно иметь все великолепие еще отдельные партии ну то есть фактически 2 юнита как бы недвижимости хорошо как бы кусочек но это бедрум да судя потому что есть шкаф то это конечно тоже бедрум да вот есть шкаф можно использовать конечно как кабинет при желании такой бедрум можно сказать почти мастер да такой маленький мастер с санузлом так что там еще мама ровная сколько тут зимой стиральная сушильная тут шкаф walk-in closet большой красивый просторный очень очень серьезный так направо еще шкаф ребята с гольфовыми мячиками понимаем это уже мастер бедрум вот он такой красавец мастер бедрум вот она вот она где тело то помыть тушку свою натруженную помыть понежить по enjoy и ванная есть у нас и туалет то есть все виды удовольствие так идем дальше так у нас девушки вниз пошли ну я туда вот туда вот туда